Из-за конструктивных особенностей будущей нашей пристройки к срубу было принято решение выполнить в качестве фундамента ребристую плиту. После завершения выемки плодородного слоя грунта выполняем обратную отсыпку песком. Выполнили планирование и уплотнение песчаной отсыпки и следующим этапом будет у нас это монтаж системы канализации. Канализационный лежак подключим к существующим локальным очистным сооружениям, а также дополнительно заложим трубу для притока воздуха к минофену. По завершении монтажа системы канализации приступили к устройству дренажного основания в виде щебеночной подсыпки. На песчаную отсыпку постелили геотекстиль и выполняем укладку щебня толщиной 200 миллиметров. Щебень будет выполнять функцию дренажного слоя для отвода лишней влаги из-под нашей будущей плиты ребристой. Сверху на дренажный слой положили ядроизоляцию в виде шиповидной мембраны и приступили к монтажу наружного контура нашей опалубки. Зафиксировали ее и на данный момент выполняем или другими словами изготавливаем ребра из пенополистирола XPS, технониколь, карбон. Ребра имеют высоту 250 миллиметров. Внутренние плоскостя между ребрами заполняются песком. Сверху на песчаную отсыпку положили слой теплоизоляции, оперев его на ребра. И все имеющиеся зазоры и стыковочные места загерметизировали, пропенив пеной клеем полиуретановым. Получили вот такой вот интересный конструктив утепленного основания будущей ребристой плиты. выполнили дополнительный монтаж опалубки в виде круга диаметром 2 метра под будущий наш водоем внутри зимнего сада и треугольную опалубку для будущей нашей клумбы. Также сформировали углубление под каменофен, убрали весь лишний мусор и приступаем к армированию нашей ребристой плиты. Особенностью армирования монолитной ребристой плиты заключается в том, что изначально мы выполнили монтаж арматурных каркасов самих ребер, а потом межреберное пространство заполнили арматурной сеткой. Сетка у нас одна. это нижнее армирование, которое лежит на фиксаторах защитного слоя. Она не связывается с ребрами, с арматурными ребрами и как бы зажимается в них. Другими словами это просто заполнение межреберного пространства. дополнительно усилили конструкции будущей нашей клумбы и водоема и на данный момент приступаем к укладке бетона. Укладку бетона выполняем при помощи бетононасоса. Поэтапно пролили все ребра, затем заливаем уже непосредственно саму плоскость. Уплотняем и выравниваем. Марка бетона у нас B25W6 гидрофобный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова